клубника в шоколаде считается гламурным десертом стоит дорого выглядит эффектно и кажется какой-то кондитерской магией а на самом деле приготовить ее дома совсем просто достаточно соблюсти три нехитрых правила всем привет вы на канале кулинарной практики я вера и первое правило говорит нам о том что нам нужна отборная клубника причем неважно какая она крупная или мелкая главное чтобы было без бочков и помятости потому что шоколад на них держаться не будет и отвалится даже если у вас вот такая небольшая помятость на ягоде она уже не годится шоколад с нее может и не отвалится но ягода под ним начнет портится буквально через два-три часа поэтому сортируем и отбираем только лучшие отобранную клубнику помыли и переходим к правилу номер два ягода нужна абсолютно сухая и очень холодная перед охлаждением ее надо тщательно высушить вымытую клубнику раскладываем на полотенце и промакиваем каждую ягодку и под листиками и даже сами листики чтобы ни одной капельки нигде не осталось шоколад воду не любит и не ляжет на влажную поверхность оставляем ягоды полежать на сухой бумажной салфетки минут 30-40 а лучше час перекладываем ягоду на тарелку или доску застеленную пленкой или салфеткой обязательно в один слой и обязательно оставляя небольшие промежутки между ягодами это нужно для равномерного охлаждения клубнику охлаждаем обязательно в морозилке не в холодильнике благодаря такому способу верхний слой на ягодах слегка подмерзнет и шоколад быстрее схватиться отправляем в таком виде в морозилку на 20-30 минут и переходим к шоколаду и здесь правило номер три шоколад нужно темперировать звучит страшно но в данном случае ничего сложного растапливаем его на водяной бане или в микроволновке если вы ни разу не растапливали шоколад в микроволновке обратите внимание на следующий нюанс шоколад в микроволновке может перегреться подгореть или вообще сгореть чтобы этого не случилось растапливать его нужно обязательно на большой мощности импульсами по 10-15 секунд и обязательно постоянно перемешивать то есть поставили 10-15 секунд прошло достали и перемешали и так до тех пор пока шоколад почти не растопится сначала кажется что с шоколадом вообще ничего не происходит потом он потихоньку начинает растапливаться и нам нужно поймать момент когда он почти полностью растопился смотрите шоколад здесь почти растопился и чтобы его не перегреть мы его теперь просто подольше помешаем добавляем любое растительное масло без запаха и еще раз хорошенько перемешиваем масло нужно брать 10 процентов от массы шоколада ну а шоколад можно взять любой хоть белый хоть молочный хоть темный когда глазурь немножко остынет и будет иметь такую консистенцию переходим к финальному этапу глазируем таким образом окунули чуть подержали достали покрутили чтобы шоколад равномерно распределился по ягоде несколько секунд подождали дали ему немножко схватиться и аккуратно положили на пищевую пленку или пергамент все не трогаем пока шоколад не застыл если вы хотите чтобы ягоды были полностью в шоколаде воспользуйтесь зубочисткой принцип тот же зубочистку тоже достаем из ягоды только после полного застывания шоколада чтобы предохранить шоколад от температурных перепадов и от жары можно использовать посыпки например вафельную крошку или шоколадную стружку любую подобную посыпку наносит на еще не застывший шоколад то есть сразу же после того как ягоду покрутили хотите положить застывать мы так делать не будем а сделаем простой декор заставшегося шоколада если сейчас у вас на улице жарко как только покрытие стало матовым лучше убрать ягоды до полного застывания в холодильник ну а если вы хотите сделать такой десерт заранее то за один-два дня в холодильнике с ним ничего не случится полный список ингредиентов для этого рецепта как всегда в описании под видео а текстовая версия у нас на сайте приятного аппетита и до встречи на канале